Добрый вечер, Марина Галкина, если кто не знает, наша лекция посвящена хибинам, походу по хибинам лыжным. Туда я ходила раз в 10-15, наверное, в основном весной мы ходили. И начала я ходить в начале 90-х годов, познакомившись с удивительными людьми, туристами из Питера, и они уже хибины освоили очень давно, и главное, что они ходили туда на беговых лыжах. То есть хибины – это такие горы, в общем-то, с полярным кругом, но они достаточно такие уютные и домашние, в такой степени, что туда вполне можно себе позволить пойти не только на широких бескидах или каких-то широких контов, лыжах, металлическая контовка, а можно ходить на обычных беговых лыжах, вон там бегать просто, кататься, получать удовольствие. И я сразу, так получилось, что я попала туда именно на беговых лыжах, поняла, как это здорово. Хотя народ там, конечно, кого мы встречали в то время в основном ходили на бескидных. Сейчас, мне кажется, уже больше народу ходит туда все-таки на беговых лыжах. Сейчас весной, на последний раз я была там в 2009-м, уже много появляется буранов следов, потому что в долине геологов, в центральной долине Хибин, там трубаза есть такая цивилизованная, куда привозят туристов прямо с города Кировская, туда привозят на снегокадках, они там живут. И туда можно привезти совершенно неподготовленный человек, и он тоже много чего там сможет увидеть и прокатиться. Вот. Значит, Хибины. Легко доступны горы. Вот это Хибинские тундры называются, вот это Лавозерские тундры. Разделены в озеро, это озеро Имандра. Туда можно подъехать на поезде, там несколько остановок, где он останавливается. Хотя, кстати, сейчас не знаю, на крупной остановке Вымандре он останавливается. И в Апатитах, естественно, и если это Апатит, то надо приезжать до Кировской, и уже из Кировской можно попасть в центральную долину, долина геологов, так называемая, через очень простой перевал по кисловым чором. А можно еще строить маршруты, пересекая все Хибинские тундры и заканчивая в Лавозерских тундрах. Здесь есть рудник, куда уже приходит автобус из Ревды. Ну, а в Ревду можно приехать из Оренегурска. То есть, вот два варианта маршрутов, либо делать полное пересечение, ну, либо из Лавозер Хибины, либо из Хибин-Лавозера, либо приезжать только в Хибины и наматывать какие-то кольца в разных районах Хибин. Значит, по нашему опыту, вот, на беговых выживках, мы поняли, что проще всего приезжать в Хибины, ставить базовый лагерь, как бы, и налегке уже, то есть, ну, а ты заходишь там, ну, буквально там километров, ну, не больше десяти, ты идешь с тяжелым рюкзаком, ставишь базовый лагерь, и уже потом вокруг катаешься налегке. Потом можно сделать переход, то есть, мы на беговых выживках проходили из Хибин-Лавозера, из Лавозера Хибины, то есть, пересекаясь на этих узких беговых выживках с тяжелыми рюкзаками, переходя несколько перевалов. Опять же, делаешь там один или два перевала с тяжелым рюкзаком, поставишь лагерь, опять покатаешься вокруг руки, дальше. Значит, рассмотрим Хибины самые, значит, покрупнее. Вот, есть такая обзорная карта хорошая, Хибинские тундры, Туриевская карта, ну, на самом деле, она обзорная. Сейчас есть 500-метровки, они у меня все есть, в принципе, если вы собираетесь, можете у меня перекачать те листы карт 500-метровок, которые охватывают Хибинские и Лавозерские тундры. Ну, я их выложу, наверное, с половиной будут. Вот, то есть, 500-метровки есть, и по ним очень легко строить маршруты. Сейчас я вам покажу, какие самые оптимальные, что ли, маршруты, вот, есть по Хибинам. Итак, вот Хибины, вот, это ручей Гольцовка или Меридиональный, это одна далина, где можно стоять. Потом вторая по популярности, ну, или, там, такая же по популярности, малая-белая, долина Малый Белый. Это от станции Хибины, а это от станции Имандра. Дальше, вот эта центральная долина, долина геологов она называется, где вот стоит база КСС, вот здесь есть сейчас база, куда привозят туристов, прямо из Кировского, по этому перевалу. Вот из Кировской сюда можно приехать, вот перевал Кисло-Чер, он очень простой, хотя один раз тут у нас, ну, он простой в смысле, он не крутой, он пологий, там проложена дорога, там можно проехать на снегокадах вообще легко. Вот, то есть, сюда легко забросить. В принципе, забрасывают вокруг, можно тоже проехать на снегокадах, вокруг гор. То есть, горы хороши тем, что в случае чего, там не надо никуда переваливать, из любой долины ты можешь выйти в населенную. И вот самая дикая, наверное, долина Хибина, это долина Касказ-Миньёка и Тульёка. Очень приятные долины, они хороши тем, что здесь еще много дров осталось. Там сейчас туристы все больше и больше, и дров, конечно, мало становится. Вот. А дальше, если мы хотим попадать в Лавозерские тундры, то вот из устья Тульёка надо пересекать Кумбозер от порядка 7 километров и попадаешь, соответственно, в Лавозерские тундры. Вот они, Лавозерские тундры. То есть, вот из долины Тульёка попадаешь вот на этот перевал, прямой перевал, который ведет к Сейдозеру. Здесь хорошая лесная долина, где тоже можно делать стоянки, Сейдозера посмотреть. Это очень красивое озеро, красивые скалы. Здесь вот известная скала Куйва, на которой там человек виден, а люди там еще какие-то находили. Древние наскальные рисунки или еще что-то такое. Ну, в общем, но лет у меня там не была, не знаю. Человек этому наскала. Ну, какой-то силуэт там виден. И вот дальше тоже простой перевал, который ведет на Рубни, который уже, в общем, на сегодняшний поле лет. То есть, вот таким маршрутом. Вот этот весь маршрут, примерно я нарисовала, я его промеряла, 85 километров, в принципе, на такой радиальный маршрут из Лавозер, из Хибин-Лавозера. Теперь посмотрим еще более увеличенные карты. Значит, самая любимая мною долина, чаще всего мы стояли в долине Речки-Кольцовки или Меридионального. Ручей Меридионального по-другому это называется, потому что, ну, вот она течет, эта речка-Кольцовка с севера на юг. Вот здесь вот ста Цимондра. От нее до слияния ручья, который течет с перевала Северный Чергор, порядка семи километров всего. И стоянку можно разбивать, ну вот, недалеко от слияния, в принципе, по всей долине, до ручья Чесноек, который течет с перевала Южный Чергор. Здесь, в принципе, можно разбивать лагеря, а можно вот по ручью, который течет с перевала Северный Чергор. Соответственно, здесь тоже есть места для стоянок. Но вот отсюда, например, уже все. Там зона леса хорошего кончается, там уже реколесия, березки, и все, дальше уже просто уже хорошо ходить, налегке гулять. И вот такие, если вы встаете в долине, на базовый лагерь делаете в этой долине, то очень первый, первый самый интересный, конечно, маршрут, который можно заложить, это колечко через перевал Южный Чергор, так называемое ущелье мертвых. Вот этот маршрут, он на 15 километров. Если у вас есть карты или вот заложить этот трек, я, в принципе, нарисовала, они у меня, ну, здесь есть запомненные, можно их на навигатор сбросить и все. А в принципе, по вот этой карте тоже легко очень ориентироваться. На самом деле, там в марте, если ходить, вот в конце марта, там уже много лыжней, и уже лыжни ведут куда надо. Только в зоне леса там можно где-то чуть-чуть там заблудиться, ну, не то же заблудиться, там сбиться с оптимального маршрута, скажем так. А когда выходишь наверх, тут уже, ну, по долине, по открытой долине, там рельеф виден просто. Идешь по ручью, рядом с ручьем. Вот. Значит, поднимаемся по ручью, который подходит чуть, ну, первый ручей перед слиянием с, честно, ручьем, который с Южного Альча Город течет с перевала. И вот здесь вот подъем, ну, совсем небольшой, но он здесь, наверное, раз, два, три, четыреста метров всего перепада. Последний взлет крутой на перевал Юмьякор. Он очень красивый. Вот когда я сейчас покажу вам фильмы, он во всех почти фильмах. Видим такие узкие ворота, скальные, коридор такой, метров там на пятьдесят, ну, нет, на стол, может быть. И дальше великолепное катание вниз. Главное не уехать дальше по ручью, вовремя остановить, свернуть направо. Есть такое скальное ущелье, очень красивое, называется Акуаку. Память о Турихе, далее его с Туркана острова Пасхи. Назвали это ущелье. Очень красивое. И дальше спуск вниз, опять же, в дальней бойцовке. И возврат в ваш лагерь, где вы тут стоите. Очень хороший маршрут, детский. Вот, можно детей на этот маршрут брать и показывать. Горы химбины. А вот в этом месте, вот, за вот этой лапой, здесь есть такое место, которое называется сосульки. Ну, где-то примерно, ну, там полога, я думаю, оно где-то вот здесь вот. Ну, да, как правило, ведет лыжня. Если после слияния еще чуть-чуть подняться по гольцовке, то сюда обязательно пойдет лыжня. И вот эти сосульки, тоже в фильме сейчас покажу. Очень красивое место. Там, летом, там, говорят, вообще ничего нету, что-то там по скале сочить. Летом не было. А зимой там великолепные такие натюки красивые. В общем, есть что посмотреть, полюбоваться. И там еще можно попрыгать с уступов. Ну, это дети очень любят там прыгать со скал. Снег приходит. То есть это такое развлечение для детей великолепное. Так, вот это первый маршрут, который обязательно надо сделать в долине ручья Меридианального. Следующий маршрут – это подъем на гору Чесночер. Раньше вот на старых картах что-то мы читали, что гора Чесночер, высшая точка Хибин, 1189. На самом деле, самая высокая точка Хибин – это гора Игоща-Лучер. А это одна из высочайших вершин. Но горы в Хибинах, они такие плотообразные многие. То есть выходишь на плато, и там идешь как бы по ровному столу, и там где-то чуть-чуть побольше возвышения. И там вершина. На горы лучше ходить тогда, когда хорошая видимость. Если по долину, там можно ехать даже в не очень хорошую погоду, то наверх в плохую погоду лучше не выходить. И до восхождения иногда бывают полезны кошки, а иногда без них не зайти просто. Вот. На Чесночер хорошо подниматься по первой лапке, которая, ну, первый гребешочек такой, который изделяет гольцовку и ее приток, правый чесною, который поднимается чуть-чуть. По горцовке поднимаетесь, вернее, ну, чуть-чуть поднимаетесь. От слияния с Чесноеком чуть-чуть подняться. По гребам. Очень здесь красиво идти. На две стороны великолепное виле. Сам гребень острый, дальше идет очень хороший вид. Потом вы ходите просто на плато, по доходите до вершины. А спускаться может другим путем, здесь вот такой цирк, он, ну, сначала немножко крутоват, а дальше здесь уже можно на лыжах спокойно съезжать и возвращаться. То есть, когда вы идете на лыжах, вот этот весь гребень, естественно, вы лыжи снимаете и идете в кошках. Ну, либо хотя бы первый должен быть в кошках, чтобы ступени не проделать. Мы ходили без кошек, по состоянии снега надо смотреть. Это уже такой детский маршрут. Еще вот отсюда можно сходить на, ну, если мало покажется, вообще вот это все колечко, это порядка, сейчас скажу. Это 15 километров, если смотреть от слияния. 15 километров. Если мало покажется, можно еще подняться до самого вверха гольцовки ручья и подняться на перевал. Здесь перевал Восточно-Арсениево, или он называется еще 950, потому что не сотворил 950 метров. И оттуда подняться вот эта гора Ферстмана. Вот. Очень красивый вид оттуда открывается. А гора Ферстмана вообще, когда идете по гольцовке снизу, видна такая гора Парус. Когда парус не стоит, это вот гора Ферстмана. Ну и следующий маршрут, вот этот более сложный, потому в машине где-то на 25 километров, можно уже только в хорошую погоду. И если есть сила, конечно. Два перевала охватывает. Кольцо Северный Чургор, Южный Чургор. То есть вы поднимаетесь от слияния. Первое слияние гольцовки – это с ручном, который стекает с перевала Северный Чургор. Дальше. Здесь крутой подъем. Сам перевал – это такое ущелье, высокий в горах. Ну, просто такая щель в горах. Обычно там очень сильно дует, прям такая аэродинамическая труба. То есть если ты еще снизу поднимаешься, ничего туда заходишь, там хочется сразу чуть-чуть спуститься без кошек. Вот так спускались, просто ступени ломаются. И спускаешься вниз до долины геологов, чуть-чуть проезжаете наверх и обратно возвращаетесь к перевалу Южный Чургор. Это очень простой перевал. Здесь только небольшой взлет. Ну или спускайся с этой стороны. А дальше по долине здесь великолепное катание. Здесь лыжня, как правило, тоже идет. Очень легко здесь уже ехать. Вот это три таких маршрута, самых интересных, которые можно совершить из-за долины ручья Меридиана. Дальше. Если еще одна долина хорошая, где можно стоять, это долина Мало-Белый. Она от станции Хибина начинается. Сейчас вы снизу по долине заходите. Ну тоже десяти километров семь, максимум десять. Везде здесь есть хороший лес. Можно выбирать место для стоянки. Вот этот ручей стекает с перевала Западный Арсеньево, а вот этот Восточный Арсеньево. Это были 950. Мы его рассматривали. То есть вот отсюда, если сюда идти, то придешь обратно в Меридиональный. И вот он. Вот она гора Ферсмана. То есть вот из Малой Белой можно делать колечко, подниматься на перевал Восточный Арсеньево. Опять же с него можно сходить на гору Ферсмана, спуститься. Спуститься вниз. Здесь на лыжах сначала не съездишь пешком. Либо на Попе мы съезжали, когда маленькие были. Очень весело. Спускаешься до ручья Неридионального. И первый же приток слева. Это ручей, который ведет на перевал Западный Арсеньево. Когда из долины на него поднимаешься, его даже не видно сначала. Он такой узкий тоже. Гребнет такой провал небольшой. Красивый перевал. Скалы там есть. Восточный это просто. Седло. Здесь снежные седла. Здесь со скалами. И опять же вот сюда спускаешься. Такое кольцо. Примерно 16 километров. То есть на радиалкамаде вполне такая легкая. Вот еще интересный маршрут на Юдич-Мучор. Это высшая точка Хибин. 12-1200 метров. Сюда можно подниматься по лапе. Ну здесь пешком, конечно. Ну да, мы лыжи брали. Здесь наверху можно идти на лыжах. Вот этот спуск такой достаточно сложный. Мы здесь детей даже на веревке спускали. То есть здесь без кошек трудно спуститься. Надо иметь кошки для подъема на Юдич-Мучор. Очень-очень желательно. То есть если чуть там лед, нужно в кошках идти. Ну бывает снег такой, что рыхлый. Это конечно можно пройти без кошек. Но кошки надежнее. И здесь великолепное катание в цирке и дальше вниз. Это небольшое кольцо где-то на 11 километров. Вот это ближайший маршрут из долины Малой Белой. А если идти в самое ее верховое, то вы попадете к перевалу. Вы попадете сначала к цирку, заключительную. После которого во все стороны уже крутые подъемы. И здесь подъем на перевал Восточный Петриэлиус. А слева Западный Петриэлиус. Восточный Петриэлиус он более крутой, сложный. С этой стороны Малой Белой здесь может быть карниз. Нависать. То есть когда наверх уже залезаешь. То там даже бывает небольшой отрицательный уклон. Он очень короткий. И как правило там группы проламывают его. Кто-то идет с ледорогами. То есть мы никогда ледорогу не брали. И в общем там всегда было прологано. Не приходилось первыми там идти. А когда ходили первыми, то и козырька не было. То есть вполне проходимый перевал. Я не знаю какая его категория. Наверное уже не один В, а может быть один А бывает. Но в принципе преодолим. Сюда спуск уже легкий, пологий. И здесь на Западный Петриэлиус с Трайверсом. Достаточно легко подняться. И этот перевал такой простой. Вот такое кольцо можно сделать и тоже вернуться. И еще из Малой Белой есть очень интересный маршрут на плато и вершину Токтору Мчор. Ой. Ну да. Токтору Мчор. Вот он. Токтору Мчор. Он начинается чуть выше ручья, который ведет на Восточный. Арсеньева. На Левом берегу. Левый приток, Малый Белый. Поднимаетесь немного. И здесь крутой подъем по лапе на Токтор Мчор. Здесь тоже, скорее всего, понадобятся кошки. Дальше. Очень красивый маршрут. Опять же, только в хорошую погоду там надо ходить. Идешь со всех сторон обрывы. А ты по такому ровному практически плата идешь. Но иногда вот на сужениях там бывают скалы. Так немножко надо преодолевать. Ну, в фильме увидите. Мы ходили вот этим маршрутом. А здесь хороший спуск на лыжах. А вот здесь вот по долине. Это здесь недалеко до Кировской. Здесь, как правило, очень хорошая лыжня. Потому что, кто живет в Кировске, они ходят на радиалку на перевал Рамзай. Достаточно красивый перевал. И вот подняться до Рамзай обратно, это вот здесь Кировская, видно, люди любят делать. Там вот здесь хорошая лыжня. И легкий подъем на этот перевал Рамзай. Легкий перевал. Сюда спускаетесь. Опять вы в долине Малой Белой возвращаетесь в свой лагерь. Вот такие интересные маршруты долины Малой Белой. Дальше. Какие можно делать радиалки, если вы перевалили из долины ручья нередионального? Значит, сначала, если вы хотите попасть в долину Касказ-Нумьёка, надо перевалить сначала в долину ручья, где база КСС. И оттуда перевалить, то есть два перевала сделали. Оттуда перевалить на Касказ-Нумьёк. Вот это Касказ-Нумьёк. Сюда можно перевалить тремя путями из долины Геологов. В долину Геологов мы уже посмотрели. Туда можно прийти либо перевалом Северный Чергор, либо перевалом Южный Чергор. Мы там колечко смотрели, да? Можно сейчас еще для большего, для общего вида. Вот, мы рассмотрели сейчас маршруты регионального, потом маршруты Малый-Белый. Вот это ручей геологический. Я не рассматриваю из него радиалки, потому что, как правило, ну, мы в нем никогда не стояли, там нет дров. То есть, если кто-то собирается на базе там жить, то отсюда, конечно, ну, тот же, те же перевалы Восточных Петреевых, Западных Петреевых можно делать из долины Кайсес, тот же перевал Северный Чергор, Южный Чергор. Тоже можно отсюда делать. Ну, то есть, как бы обратные кольца. А так мы, как правило, переваливали через перевал Северный Чергор, потом самый простой перевал Умбазирский, который приводит вас в долину Касказ-Нумьёка. И здесь стоит вот еще один лагерь делать базовое, оттуда тоже гулять. Значит, и отсюда уже хорошо делать радиалку на Академическое озеро и Укислом Чер, и вот сюда ходить Северный Южный Чер, ну, и сюда на Левочор, и тут два перевала, два порта Мчора. Значит, смотрим их по более подробной карте. Вот, вот эта долина Касказ-Нумьёка, куда мы перевалили простым путем с перевал Умбазирский. Вот, чуть ниже, ну, даже уже здесь можно искать места для стоянок. Здесь хороший лес, вода. И отсюда вот хорошо сделать кольцевой маршрут через перевал Северный Левчор, можно в таком ущелье спуститься и обратно перевалить Южным Левчором. Здесь великолепное катание и спуститься обратно. Вот этот ручей очень интересный, но здесь бывают... Здесь такие козырьки висят, мы один раз здесь спускались, и он лавиноопасный. Здесь иногда... Ну, просто мы спускались и прямо видели следы лавин перед нами. Ну, до этого спустился. Он очень узкий. Но если хорошая погода, можно попробовать здесь проехать. Здесь вот крутой такой участок. То есть все это мы на беговых лыжах, просто вот на них едешь, как на Нагорных, получаешь больше эмоций, чем на Нагорных лыжах, потому что на Нагорных ты все-таки легко можешь поворачивать, а здесь чуть-чуть потруднее. Ну, здесь, конечно, попроще горы, чем те, где люди катаются на Нагорных лыжах. И второе хорошее колечко – это вот на озеро Академическое. И... Ну, даже лучше сначала надо подняться на плато, посетить гор Кукисовым Чор, тоже достаточно высокое. Тоже на плато, небольшое возвышение. И обратно спуститься по лапе в цирк озера Академического. Здесь великолепный вид, вот этот цирк, эта стенка очень такая красочная. И обратно. Вот такие машины. Дальше, если переваливать полувозерские тундры, то, соответственно, спускаетесь по тульёку, по касказному ёлку, впадает тульёк, и дальше впадает в озеро. И в озеро уже пересекается к выходу ручья Туваёк, который впадает в озеро. Ну, это надо по карте смотреть. Я здесь врезку сделала уже только верху Туваёка. В принципе, долина Туваёка внизу, она тоже лесная, там можно сделать лагерь, потому что сразу, ну, трудно перейти, наверное. Хотя мы переходили как-то. Ну, да, лучше этот переход из долины касказного ёлка до всей дозера делать за два раза. То есть сначала в долине Туваёка остановиться, потом здесь идёт, ну, здесь такой вот крутой, кажется, перевал на самом деле достаточно легко здесь как-то. Я не помню, чтобы сложности здесь были подниматься или спускаться. Прямой перевал, никуда не надо уходить, и вы спускаетесь уже в ручей Мурмуай, который приходит в долину. Здесь сливается несколько ручьёв, такая достаточно пологая здесь долина, много леса. Лебраёка, долина Лебраёка, где можно тоже разбить лагерь и гулять. Лавозёры, они пониже, чем Хибины, но, в принципе, тоже есть куда сходить. Можно просто даже по озеру покататься, по Синдозеру очень красиво. И ещё интересный маршрут отсюда, обязательно надо сходить на ущелье Чимуай. На этот ручей, вот такой кольцевой маршрут по Синдозеру пройти, посмотреть Синдозера, подняться по Чимуай. Ну, или наоборот, можно идти и подниматься по этому ручью. Это всё вот из этой долины, где вы стоите, или Мурайёка, долины Мурайёка. Здесь несколько ручьёв, ну, надо сориентироваться, подняться по этому ручью. Ну, в принципе, здесь по любому, по которому вы не поднялись, вы всё равно выходите на это плато. И здесь, если сориентируетесь, всё равно вы придёте на ручей Чимуай. Правда, сверху, как бы, вы идёте по плато, и не очень-то хорошо видно рельеф. А потом раз, приходите, видите этот ручей, сразу эти обрывы. То есть в молоке тут можно провалиться куда-нибудь с обрыва. То есть в молоке лучше ходить либо с навигатором, либо вообще не ходить. А когда видимость, то там легко сориентироваться и спуститься куда надо. В принципе, вот с этих склонов и здесь сходят лавины, это лавиноопасные ручьи. Здесь тоже много выходов лавин видели, лавиноопасное время. Но когда лавиноопасное время? Когда вот снег нападал свежий, в принципе, это видно. По склонам начинают следы скатывающегося снега, прям видно. То есть в лавиноопасное время лучше не ходить. В таких местах, где есть крутые склоны, под этими склонами лучше не оказываться. То есть это редко там, но лавиноопасность там тоже в семинах бывает. Потому что надо быть аккуратным. Ну вот, это что касается маршрутов. Если вас интересует, можете скачать после лекции все вот эти вот. И карты можно их прям распечатать, можно по ним ходить. Вот, а сейчас я хочу показать, чтобы хоть чуть-чуть, чуть-чуть вы представили, вообще были в хибинах? Планирую. 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 Планируете? Ну, чтобы представить, что это такое, сейчас маленький клип покажу, потом перейдем к снаряжению, а потом уже более другое. А по карту можно потом приложить их в лавино-кредиодаписи. Кого? Вот здесь свои. Да, я думаю, конечно, это нужно даже, а то... Ну, жалко. Какой-то хороший рельеф. Ну да, это хорошие карты, по ним реально можно ходить, если все видно. То есть, если там изменилось что-то, где-то базу построили, или еще что-то, на карте, конечно, не отражено. Но рельеф остался такой же, да. Так что... Давайте сейчас маленький клип кусочек покажу, чтобы представить, что это такое. Да. Мы ходили туда с детьми. Вот я сына брала, 4 года ему было. А потом... Ну, 4 лет – это еще рано, это развлечение для взрослых. А вот тогда вот 8-9 лет, тогда дети уже сами там что-то понимают, получают удовольствие тоже. Так, вот эфирный. Сейчас посмотрим немножко. Мы все, что мы увидим. Что это такое... Что это такое... Вот, вот. 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 Пирамидов. Ага. Звучит музыка 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 То есть они должны открываться, иначе заледенеть, это вы из термоса будете воду влить на крепление, чтобы их расстегнуть, а не пить это будет. Дальше, обязательно должны быть бахилы. В чем бахилы, они должны полностью закрывать ботинок, это очень важно. Вот здесь то, что продается, они, к сожалению, только вот, например, это фонарики, да, где-то закрывают, хотя бы фонарики надо пройти, то есть в бахил можно не ходить. Будете снегать, ну, приятели. То есть там какие-то специальные, чтобы было пройкость, или открытые? Да нет, я вам сейчас покажу, это просто у вас вся подошва будет открыта. А бахилы мы делаем самодельные, просто мешок, мешок с расширением, как бы. Вот он надевается на ногу целиком. Шьется целиком, а ботинок, как бы, из дырочки, где надо, и сами прорываются. Ну, на один раз платят точно, а то и на бабах будет. Материал такой, лучше дышащий такой. То есть капром без подкладки, а то не то, что без внутреннего такого, без напыления, иначе не будет дышать, будет отпотевать. Значит, очень полезно бывает просто купить за 50 рублей на рынке шерстяные стельки и вставить ботинки взамен штатных. Очень помогает, ноги не мерзнут. Большое внимание надо уделять, конечно, варежкам. Варежки, типа верхонки, должны быть. Мне очень нравится выкройка, то есть выкройки лыжное снаряжение, самодельное лыжное снаряжение. Ну, я сама же не куплю корицы. Ну, в принципе, да, можно купить любые. Главное, чтобы они были высокие, чтобы у вас вот это место не отмерзало. А есть хорошая выкройка. Палец отдельно пришивается, в принципе, с такой рукавицы удобно и на лыжах ехать, и не протирается. Вот, это выкройка Лукоянова очень хорошая, то есть простая выкройка. Вот, это один кусок материала, прорезается дырка под большой палец, и отдельно для пальца, отдельно в этом выкройка. Очень хорошая выкройка. Дальше, значит, внимание надо большое уделять еще к тому, чтобы голова закрыта была. Ну, в принципе, можно и без маски обойтись, но хотя бы, хотя бы иметь вот такую, такую маску. В принципе, вот такие шлемы продаются, но они почему-то делаются очень короткими, а если я даже подшила, потому что очень важно, чтобы сюда ничего не попадало. очень хорошо, если нос замерзает вот так вот. И я всегда еще использую полоску дополнительную, и уши закрывают, и если нос мерзнет, вот так вот сделаешь. И очень хорошо. То есть, вот этого, в принципе, уже хватает. Ну, сверху шапку. Очень полезная вещь вот эта полоска, чтобы нос не отморозить. То есть, вот голова... Какая же там температура в это время? Вот конец саморода? Ну, это время года, там, как правило, днем, если будут солнечные дни, ну, минус 10, минус 8, бывают оттепели. Ночью минус 20 бывает, 25 бывает. А бывают круга, и тогда, ну, может быть, там минус 5, минус 7, но когда круга и ветер, наверх лучше не ходить, там просто такая метель задувает. Кому видится, киня. И вот, чтобы не задувало, прошло иметь анораку. У меня достаточно длинная анораку, тоже в продаже, трудно найти очень длинную. Ну, вот я люблю длинную. Очень удобно, когда карман на дороге есть, на молнии. Ну, и то, что он спереди, ну, без всяких молний, чтобы ничего не попадало в снег, и обязательно капюшон, обязательно, с высоким горлом, чтобы когда затягиваете, чтобы у вас только небольшая веточка оставалась. Ну, понятно, что на руках должны быть тоже обслагают, которые не пропускают. Снять. В принципе, вот здесь вот есть наряжение в сплаве. Вот непробываем анорак, неплохой, высокий город. Парман нагрудный на молнии с двух сторон сюда. Руки нужно спрятать. Ну, это ветровка непробываемая. В принципе, для ходовой, если быстро движешь, лучше все-таки, чтобы материал был, все-таки немножко допускал ветер, чтобы можно было дышать, чтобы он дышал немножко. В основном, здесь еще хорошая вещь чуни, великолепная. Это хороший материал, вообще для зимы очень хороший материал. Прималок, утеплитель. Он не набирает плаву долго, такой мягкий очень. Вот из него здесь хорошая, тоже представленная модель. Вот я лично использую, я в спальник залезаю в таких штаны из прямолокта. У них спать хорошо. Ну и у Кострая вечером там сидеть. Я на раке с прямолоктом. У них сейчас спальник очень хорошо, когда ноги мерзнут. Ну да, да. Спать. Вот. А, конечно. А, конечно. Ну, хорошая, в принципе, модель, только единственная, что она немножко, мне кажется, коротковата. Бывает немножко. Очень легкая. Да, очень легкая. Компортная. Да, да, да. Я тоже беру и не только длинные походы, но и на короткие лыжные выходы. Я вот беру одну куртку, только постую и все. Достаточно. Марина, а это одевается на другую обувь? Или на носки? На носки и все. На носки и все. Вот в саму поход берешь обычно ботинки и чуни. И больше ничего. Лыжные ботинки и чуни. А она не промыкает? Не промыкает? Нет, не тает? Нет. Сверху лучше надеть бахилы, да. У костра лучше в бахилах ходить. А так не просто промыкает? Нет, ну, в принципе, и так можно сходить. И так проходить можно. От тепла? Ну, тут сделана стелька. Нет, можно так просто ходить. Но недалеко, потому что… Да, это промокает. Да, это от тепла. Ну, чуть-чуть промокает. Не страшно. Ну, и в палатки ходить. Нет, ну, у костра, наверное, лучше ботинок уже надеть. Нет, в таких, ну, ненадолго можно выйти. Вот. Что из снаряжения? Главное, конечно, палатка. То есть для таких походов, конечно, используются шатровые палатки. Самые древние палатки зимних путешественников, поярвок, это вот были такие чумы. Палатка Амуссона, палатка Кука считается. А вот выкройка чума, самая простая, дистиклинный чум. Шьется самодельным из 10 вот таких клиньев. Это выкройка из самодельного туристского снаряжения. 1,25 м. Основание клина. Высота 2,750 м. Таких 10 делается. Сшивается. Когда чум ставится, то у него высота 2 м и 4 м диаметра. Но пришиваются оттяжки. И по форме он не совсем чума. Я уже напоминаю такую шатровую палатку со стенками. Самая простейшая выкройка. Тугус 70 на 80 вполне достаточно для того, чтобы пролез человек с широкими плечами. Обязательно делается раскладка под печку. Не раскладка, а разделка. То есть сшивается ткань примерно 40 на 40 см, которая не боится огня. Ну, это либо стеклоткань, либо азбест. Ну, стеклоткань, как правило. Сшивается такой квадрат. В середину он вставляется из жестянки, из жестяной банки вырезается такой круг, кольцо. Чтобы в середине по диаметру могла пролезть труба. И тоже сшивается. Ну, еще хорошо сделать где-то диаметр 15 см, такой маленький затягивающийся тубус для вентиляции. И обязательно надо укреплять, конечно, верхнюю часть шатра, потому что туда вставляются либо колы, либо лыжи, ну, чтобы не прорвать. И по периметру, там, где идут оттяжки, тоже желательно пришивать какую-то ленту для усиления. Внизу пришивается, то есть палатка делается беспло, пришивается юбка, то есть, ну, полоса материала, может быть, 50 см по всему килиметру. И она либо внутрь подворачивается, либо наружу и прижимается с нежной печали. Ну, как правило, в хибинах там, внутрь. И изнутри вещание просто прижимается, и все. В принципе, можно для таких походов не всегда просто одноосновную палатку использовали. Печки. Ну, вот, эта палатка, кстати, это, вот видите, тут разные диаметры пленев. Чего только туристы не придумают, какие там в разном, может быть, конфигурации могут делать так, чтобы, ну, как бы, одна часть была чуть выше, а другая чуть ниже, но подлиннее. То есть, там, где тот отсек, где люди спят, там она как подлиннее, а где вход и печка, там клиния поуже, она там, ну, как бы, повыше. Ну, это только вход для того, чтобы войти, в палатке находиться. Ну, вот такие разные бывают. Шатры бывают, вот, на четырехгранном основании, восьмигранной, восьмигранной крыши. А вот это не симметричная палатка, как бы шьется, из семи клиниев. Есть и такие, как бы, одна, один широкий клинь назад спускается. То есть, люди сюда ногами спят, в центральном колу, лицом. То есть, в середине шире, к ногам поуже. Ну, и, соответственно, здесь, в этой стороне печка ставится. Бывают шестигранные палатки, ну, в общем, много разных выкроек. А можно купить, сейчас это, я не знаю, наверное, можно, продаются палатки зима. В принципе, это стандартная зимняя палатка без стеклинка, которую тоже можно использовать в таких походах. Печка. Печки разные бывают модели. Вот, где последнее время понравилась очень печка. Это, в принципе, геологи такую использовали. Это по модели Сергея Ермакова, такого путешественника, который в одиночку путешествует. Не знаю, может, слышали вы его, фильмы смотрели. Вот он такую печку берет даже на себя одного, даже в летнем путешествии. Ну, на севере, если едешь, там бывают заморозки. Вот, очень хорошая конструкция. Печки. Такой интересный поддуала. Закрывается консервной банкой. Открываешь, как бы, лучше горит, закрываешь, медленнее горит. И об этой печке очень хорошие отзывы. И туристов тоже говорят, что... Раньше, вот, ходили в походы в зимние, там была у нас маленькая печка. Всю ночь разбивали на дежурство. Там каждый по часу или по два топил. А эта печка забросил один раз. Она, по-моему, очень горит. То есть, тепло дает. То есть, вот такая печка. Есть ее размеры, если интересно. Все это выложено. Вот она самоделка. Ничего там сложного нет. Ну, то есть, рукастый мастер все сделает. Ну, вот это по специальному особому стережению. Вот такие вещи. В принципе... Ну, коврик, да, для зимнего похода вообще лучше потолще коврик. В принципе, вот наши вот эти ижевские коврики, которые имеют не тонкие, а потолще. Это отличный. Отличный коврик, больше не надо. Прям на снег? Ну, в принципе, палатка ставится на снег. Но мы еще собираем лапник, устилаем лапником. Можно подстелить что-нибудь там, кусок капрона или кусок полиэтилена, а потом... Ну, если на полиэтилене просто коврики скользят, не очень удобно. Мы натираем лапу, короче. Там еще достаточно сохранилось. Нижние веточки подерешь, на будущее будет еще больше вывести. Бывает так. Так, весит? А в отдельной палатке сколько будет? Сколько весит? Да. Значит, по-разному, смотря какой материал. В принципе, ну, я смотрела, у меня просто нет такой палатки. Ну, три с половиной килограмма можно уложить. Да, на 8-10 человек. Если плотненько. Да. То есть, диаметр, если 4 метра, это на 10 человек, в принципе. Нормально. А еду готовите тоже надо? Еду готовим на костре. То есть вырываем яму, ровем до земли, берем палаты, лопаты. А вот такие, кстати, очень удобно. Любую металлическую пластинку жесткую. Это и пилить снег, сделать снежные печи, и рыть что-нибудь. Просто. Я какой-то крестик дал. А печка вот там стояла на основании. Где берется основание? Ну, можно поставить на пить ставится. Тоже бывают печки с ножками, металлические ножки, которые отгибаются. Ну, металлический лист небольшой поставить, чтобы чербак не сгорал. Так чербак окиривали, на чербак ставится печка. С собой не тащить. Да. Еще, конечно, в такую походку нужно иметь хорошую куртку. Одну хорошую теплую куртку. Ну, то есть, ну, пуховку. То есть на все выходы ее собраберешь, идешь по нижней, тебе жарко, заходишь куда-нибудь наверхоту. Вот там так может быть, что... То есть хорошая пуховка. Тоже по поводу сильного холода. Вопрос. В какой-нибудь неприпахе у тебя тут не используется? И штаны самосброса там? Да. Штаны самосбросы, в принципе, неплохая вещь. Ну, вот я сколько ходила, я им когда-то... Ну, у меня просто не было. Обходилось так. В принципе, самосбросы, да, хорошая вещь. Но еще лучше даже. Вот у нас ребята использовали. В молнии прошивается вот до сюда, и все. Потому что самосбросы это надо еще и здесь расстегивать. Может, чем-то заесть. А, в принципе, вот когда у тебя вот до сюда штаны расстегиваются, ты уже, ну, снимаешь только лыжу. А ботинок через такое отверстие проходит. То есть не обязательно штаны целиком, чтобы были самосбросы. Ну, до сюда вполне достаточно. Да, это хорошая вещь. Ну, а так вот, хотя бы, чтобы была теплая куртка, это вот железно должно быть, потому что там погода может отнимется сильно. И с собой, конечно, вот, чем еще такие рукавицы хороши. А внутрь просто шерстяные вставляю. Если эти намокли, внутрь еще шерстяные вставишь, и все. Ну, рукавицы, да, это у каждого там свои. Бывают же всякие там упуховые, и, ну, надо уделять большое внимание рукам, чтобы были запасные варежки обязательно, потому что это вот серьезно, да. Ну, в общем-то. Ну, да, кошки. Вот, в принципе, хорошо брать полноценные кошки, то есть передними зубьями, и полностью их использовать. Я ходила, брала такую небольшую платформу, как бы она ставится только вот на эту часть ботинка, и там шесть зубьев, по-моему. С одной стороны, три с другой. То есть такие облегченные кошки. Но в некоторых местах у меня было очень, в таких кошках неприятно, то есть я вообще все-таки плачула с передними зубами. Лучше. Когда лезешь по каким-то вот гребням, там не очень. А если ходить по низам, то можно вообще без кошек, конечно, обойтись. То есть, тогда детский поход, дети у нас всегда без кошек. Потому что если не умеешь ходить на кошках, то лучше вообще без кошек идти. Вот. то есть, получается, в идеале взять с собой одну мембранку, грубо говоря, да, мембранку, плюс еще, ну, вот этот тонкий, да, пуховик. И пуховик еще, чтобы было. Я бы набранку вообще не брала. Зачем набранку? То есть, пуховик сверху? Или это вообще на флис? Пуховик сверху обязательно. Ну, вниз, ну, термобелье, флис, многослойность. В принципе, да, я сейчас уже езжу, я привыкла, ну, просто как человек холод переносит. Я вообще уже просто коротко, к которому магию, по верхней сети езжу. Либо у меня есть старый, скажем так, старый анорак, который уже потерся, и он уже вот так вот дулится. В нем не так отпотеваешь. А в таком анораке, ну, который я здесь вам представляла, это уже все-таки, когда либо ты медленнее едешь, либо когда сильный ветер. То есть, когда просто на лыжах, ты можешь просто во флиссерке, ну, смотря, как вы переносите, как вы на лыжах. В чем привыкли бегать в Подмосковье, то там же абсолютно так же можно бегать. Но, как только начинается ветер, да, сначала вы надеваете плотную такую анорочку, а когда совсем полно, уже там вот такой анорак, анорак утепленный из, там, как это утеплитель называется, опять забыл. из прямолофта. А когда совсем полно, еще и пуховка. Ну, либо можно вводить вот одно. Минимум это вот одна пуховка, а один такой анорак. Это минимум. А еще вот вопросы. Смотрите, планируется, например, у нас подъем до избы Пурикеч в рай. Ну, этот в озерских нутрах. Ага. Вот, вы показывали этот маршрут, в принципе, да. Вот. Может быть, вот рекомендации у вас будут какие-то на декабрь, январь. То есть у нас, на самом деле, планируется там, ну, год отметить, да. Вот. Вот. Вопрос, конечно же, по лыжам, да, первые. Ага. Все-таки имеет ли смысл брать охотничьи, либо тело же, которое легавойно все-таки недостаточно, например. И что еще спросить-то? Ну, это все, наверное. Снегостопы, как поняли, ребята в прошлом году, они ездили на светлое. Пользовать них никакой, по сути, там не оказалось, да. Вот. Поэтому, думаю, малыш их сейчас. Все зависит от того, какая команда. Если бы я шла, я точно шла на узких беговых. То есть, ну, везде можно протропить, даже в очень глубоком снегу, если есть желание и есть силы. Но, конечно, надо смотреть, какая погода. Если там будут, там, обвальные снегопады и ого-го. Не знаю. Я бы все равно, наверное, на беговых пошла. А потом наверху, там все равно образуется ветровой наст. Там, как правило, ветровой наст. То есть, там не проваливаются. А узкие беговые, это сколько все-таки в меметах? Там есть и 40, и 50? Ну, у меня нет просто широких, поэтому не все узкие. Я бы пошла на своих обычных. Ну, как спортивные лыжи обычные. Сколько они по ширине? Я даже не могу так сказать. Не, ну, если есть более широкие, но те, которые тоже пластиковые быстро едут, конечно, их лучше взять. Но, опять же, на группу тоже. Если один будет широкими, а другие все с узкими. А камус, насечки? Камус, насечки? Что-нибудь используется? Мне кажется, камус и насечки... Не, насечки, вообще, я один раз проехала и... Но, насечка тоже ведь не всегда держит. Камус он хорошо держит. Но камус, это если ты с большим грузом, я так понимаю, ведешь. Если вы идете в СБУ, вы будете там кататься, вы же можете на тропе там. Если вас много, вы протропите. Так, да. А еще момент такой. Через рудники не ходили, вот, до Холлоозерских фондов зимой? То есть, через Раявр, да, или там на Раявр? На Раявр мы не ходили. То есть, мы... Ой, через Реевр. Буду я сейчас, не Раявр. Да. То есть, изначально, что там через Реевр, в принципе, начинается на Шум, да? Но мы из Реевр всегда до рудника доезжали. И из рудника вот этим прямым перевалом, или Раявком по-моему, называется, который приводит на осень дозер. Мы всегда так ходили. То есть, там, в принципе, маршрут довольно-таки простой, да? Да, и там... Мы там просто зимой, ой, летом только и осенью были, поэтому там маршрут на весь гад отличается. Да нет, зимой там нормально, ничего сложного. Ну, там на спуске, да, там есть такой, как бы, участок жёлоба, ну, аккуратно там, славомите, или если сложно, можно снять лыжи пройти, если там что-то, какие-то сложности. Ну, ничего такого там нет. А внизу там хорошее уже на сей дозере стоянки. Ну, вот, при падении всего. Ну, всё правильно. Да. В принципе. Ну, в основном, да, ходили в Хибинах, потому что там больше маршрутов. А здесь, ну, на Лавозёрских несколько колечек делали, и быстрее Хибинах ходили, потому что там интереснее. Мы возились по нижней. Ну, смотрите, там, я говорю, могут быть эти, половиноопасные склоны. Там крутые. Ну, всегда идёте с рюкзачком, чтобы там одеться, если холодно станет. Конечно, конечно. берём перекус, термос, там, куковку обязательно. Ну, чё у нас, мы ходили там маршрут, у нас было больше 30 людей, 3 перевала в день бывало. То есть там. Ну, так, конечно, ходить можно только сумасшедшим, мы сильно подготовлены. Лучше, ну, не больше двух перевалов. Мы ходили дома в темноте, возвращались. Вот. А световой день там какой-то, в какой-то время? Не, ну, весной-то там… Уже светло. Уже светло, хорошо. Зимой я не была. Был один раз в год. Мы на ноябрьский ходили. Ну, да, там уже было темновато. Затемно ещё вставали. И осенью там ещё снега было мало. Много камней было. То есть нам не понравилось всё-таки. В ноябре лучше. Мы поняли, что лучше ходить в марте всё-таки. Самое время хорошее. И сияние бывает, как правило. Всегда вот мы двигали сияние в марте. Марта – это, в том числе и половинная опасность? Лавинная в марте. Нет, ну причём мы попадали в такое время, что были снегопады и были следы лавин. Ну, как-то не сильно опасны. Но потом в марте, да, там больше народу и больше накатано лыжни и проще. Белый просто. А ещё по поводу местных животных, да, грубо говоря, но всё-таки были встречи какие-то зимой? Чуть я не помню. Да нет, нет. Чуть я не читала твоего плана там какой-то? Да нет, ну там это же очень небольшой такой массив-то лесной. Ну, следы медведей мы частенько видели по нему, я думаю. Лед в осенью, да. Не, мы зимой ничего такого не видели. Ну, там куропарки всё такое, зайцы. Чё-то крупное, я не помню. Да, в общем-то мы брали всегда шатёр с печкой. Но мы не всю ночь топили. Там вечером потопишь, ну, там вещи подсохнуты, а утром просыпаешься, уже там всё вынят, морозится. А когда дети то утопили, всю ночь бывало. По-всякому. Спальники пуховые лучше всё-таки мы брали. Толстые пуховые спальники. Вопрос по конденсатникам. Ну, я вот беру два спальника бывает. У меня верхний служит по конденсатникам. Ну, я не помню, чтобы кто-то там накрывался ещё чем-то. Как правило, нет. Ну, так как печка, мы же всё это можем подсушить, поэтому не использовали конденсатники. Ну, это... Такие у нас. Отдыхать, я думаю, скажем, маршрут. Это базовый лагерь. Можно себе всё позволить. А вот ещё вопрос всё-таки по поводу обуви, да? Вы бы упомянули только ботинки лыжные. А помимо них ещё брали? Мы не брали. Да, я ещё забыл сказать. Можно вот на лыжные ботинки я ещё просто... Вот это такая заготовка. Я просто наклеиваю клеем супермоментный. Секундный. Секундный клей. По периметру просто приклеиваем бахил. И получается ботинок, у которого дно открыто, но очень легко в приклее не вставлять. А сверху всё закрыто. Нога, в принципе, не мерзнет, да? Не мерзнет. Но обязательно шерстяные стирки и надо просушивать. Ну и вечером у костра просушиваемся там. Около печки, на печке всё вешается. Ну, не знаю. Я просто привыкла к такому, что если у меня там нога немножко отсырела, а движение кому-то. Кто-то, может, брал. Ну, как правило, у нас ребята брали даже просто лёгкие кроссовки и надевали сверху бахилы. И всё. Палочный снизу подал. То есть я беру только вот чуни и ботинки. Лыжные больше ничего. То есть даже ночное время, например, да? Ну, вот в чуни можно выйти. Вполне нормально. Конечно. Ну, обычно туалет строен. То есть туда идёт тропинка. Туалет – это стенка из кирпичей снежной. Не надо будет там снег проваливаться глубоко. И всё. Хватает одни ботинки. А когда вы уходите в свои идеалки, дежурный отстаётся в лагере? Нет. Нет. То есть безопасно слышали? Нет. Если кто-то там захотел остаться, он останется. А так нет, так всё оставляем. То есть нет необходимости? Ну, по крайней мере, его он далёшь. Ну, там многие, да. Ну что, поставить фильм вам? Ну, давай посмотрим. Это мы стояли в Долине Малой Белой. Оттуда делали радиалки, в принципе. Все, которые я вам нарисовал на карте. Сейчас вы их увидите, как они выглядят в натуре. А вот есть какие-то вопросы касательно химии. Например, взять тоже много пунё. Там средства уже не так хорошо. Где? Майку пунёк? Ага. Там же уже средства не так хорошо. Ну, наверх, тогда туда надо брать... Неханили? Туда нет. Мы ходили на полярный, на полярный. Ну, тогда что? Надо просто брать примус и всё. Ну, тогда лучше палатку использовать двойную, чтобы изборость не падала на людей, а падала на одну такий слой. Ну, двойную палатку тогда использовали. И примус, а так всё остальное. Не, ну, и широкий. На полярный, приполярный урал мы всегда ходили на широкий. Уже скантальный. Там суровее, что ли, всё. Ну, я не знаю, как на плотову мать пунёк и какой, смотря машину. Надо уже конкретно смотреть какое время. Может, и на узких можно пройти, не знаю. Просто изучать. Мы выходили далеко, поэтому... Я помню мужчин по долину реки. Там столько снега, что двое у нас тропили впереди без рюкзаков. Вот двое тропят, потом возвращаются за рюкзаками. Поход, двое тропили, настолько удобно. На полярный, даже приполярный бывает, да. Не, на полярный может получше, там всё-таки снеговой наст. Ветровой наст. То есть надо смотреть, что там нахватывают. Нет. Смотреть, кто маршрует. Просто. Смотреть просто. По долинам рек может быть много снега. А наверху, как правило, опять же ветровой наст. Это фильм 2005-го. В 2005-м выходили. Нет. В 2004-м. А, и тут будут, кстати, демонстрации, как строительство игру. На самом деле построить игру очень просто. Это может любой человек, даже один построить. Ничего сложного в этом нету. Надо только три правила соблюдать. Во-первых, три точки опоры. То есть каждый последующий кирпич должен обязательно касаться предыдущих двух. Ну и ставится так, чтобы не кирпич над кирпичом, а как бы... Ну как кладка со смещением, да. И обязательно ещё касался боковой грани. И опять же боковой грани, чтобы он касался... Чтобы нижними гранями не касался, а касался верхними. А нижними даже, может быть, пусть остаётся вот такой треугольный зазор, тогда будет надёжней. И этот треугольный зазор можно забивать потом снегом или какими-то обломками. Это не страшно. И стараться делать наклон каждого кирпича. То есть его подрезать, чтобы каждый последующий кирпич как бы имел наклон внутрь. Ну его грань. То есть он был не прямоугольный, а сверху чуть-чуть подрезанный. Чтобы шёл наклон, чтобы игру закруглялась и всё. В принципе, можно даже не по спирали делать. И даже не делать этот наклон. А то есть выложил первый ряд кирпича, а второй делаешь со смещением внутрь. То есть как вот стеночкой такой, лесенкой какой-то, декоратой. И последний кирпич, просто распирать. Когда распираешь кольцевой ряд, то он не проваливается. То есть спираль даже не обязательно прямо так использовать. Ну в принципе спираль. Даже вот если вы не обязательно как бы всё по диагонали, весь нижний ряд так вот разрезать, чтобы у тебя первый кирпич был высокий, а последний там на ноль. То есть можно просто последний ряд поставить более высокий кирпич. И от него хотя бы один кирпич такой срезать по диагонали, чтобы ступенька была такая плавная. То есть не весь ряд срезать, а только небольшой кусок. Ну может быть полтора метра. То есть не делать весь ряд. И вполне один человек диаметром, если он возьмет диаметр где-то полтора метра, то есть небольшую игру такую заложить, тут сможет его построить, потренироваться на этом, посмотреть, что получится. И второй, но он уже построен гораздо меньше. А размеры очень простые. То есть на двух человек надо делать диаметр где-то два с половиной метра, на трёх-три метра и на четырёх-три с половиной метра. А больше лучше не делать, потому что она обвалится и... ну трудно очень. Как делать даже три с половиной метра? Когда диаметром оказалось, просто не смогли замкнуть уже. Не смогли. На что свет накидывать? Так, снегом. Понятно. А если четыре метра, это какая-то высота-то будет как туда лезть? Ну, делают же. Ну, мы тоже, когда строили, у нас там лётчики и испытания проходили, не смогли закрыть верхний угол парашюта. Были подружные средства. Ну, ладно. В общем, показываю фильм. Это из Долины Малой Белой. Маршрут. 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 Артемическим пластинкам, никакой форматом. И что там? Интернет. У свечи пластинки в лопатки подгоняя ходока для большей скорости. Как споры. Созрали. У здравички какого размера? Любого. Первый, как трубка, 80 миллиметров. 80 миллиметров. А что это она не каленчатая? Почему не каленчатая? Есть партнерселы на любую конфигурацию. Но, как показалось, лучше всего одну колено. Здесь стоит отбойная файмера. Которая отбойная. Вот тепло такое. Подрось что-то. Там много. Ручки не нагреваются. Как у грушки-то тонко. Класс. Супер. Класс. 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 О, как здесь хорошо, тепло, вообще изумительное. ПЕСНЯ Это спуск с Восточного Арсеньева, Галины Гольцовки. ПЕСНЯ 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 Ну, вот обычная погода, когда внизу деревья качаются, ветер наверху будет. Затерновку построения иглок в условиях близких и крестерпальных. Да уж, ветер летит. Затерновку построения иглок в условиях близких и крестерпельных и крестерпельных и крестерпельных. Надо подругать, чтобы внутренние грани касались. Затерновка. Леш, небольшой хобик сюда в арабе. Небольшой хобик сюда мне в арабе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Восточная стерена, где? Высок с лесом, где? Еще с какого перевала? Восточная стерена. Не видно ничего, на фиксере все. Чернеет паура. Ну, в принципе, химины хороши тем, что, в принципе, с любого перевала, с любой высоты, можно всегда убежать в долину лесную. Можно. А центральная стерена для фатрог, где она есть, пускай, или подсказать? Да. Центральная стерена для фатрога осталась? Или на месте, пожалуйста? Не, на месте пловно вылали, конечно. Там много берегов. В этот день мы решили подняться на вердочку мучора, это высшая точка химина. И главное детей с собой взять. Но вот с детьми более сложно, потому что, конечно, у них нет кошек. И мы заготовили веревку с петлями, чтобы детей, когда устанут, уже так веревки тащить. Ну, и для страховки. В принципе, это... Ну, такая. Не самая правильная страховка тащить. Ну, хоть такая. Самое сложное, конечно, это протащить. Самое сложное в химинах, это детей с собой таскать. А так химина – это просто. А так химина – это просто. Вот. Чего не поверят ботинки? Они вообще скользят вроде. Ну, они-то скользят, да. Ну, они-то скользят, да. Ну, то есть горы впереди могут быть ступени с кошки в кошку, а остальные просто по слезам будут. А вот она, вершина ее дичь мучила, среди поля, такой попырек стоит и все. Ветер, ничего не слышно. А так наверхах. Молодец. 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 А мне понравился и все хотят. Еще выше. Ну, самое сложное, конечно, оттуда было спуститься. Спустить детей из почвы. А вот по аптеке вообще что-то сильно не нравится. Ну, что-то вашим. По аптеке? Ну, конечно, перевязочное средство. Там, лед, все такое. От растяжения, вывиха, согревающего мази. Ну, вот, у нас этот был переул, но просто примотали от деревяшков. Как шею. Магазбой еще надо играть. Кетанол. А какие срывы были серьезные? Срывы серьезные были? Срывы при подъеме были? Нет, нет, это срывы. Там очень круто. Здесь сверху кирка, а когда пробиваешь, там хорошее спасение получается. Там пустили детей. Это видич Ванчор. Красиво очень. Вот откуда спустили. Это же достаточно круто было. А по времени там скалы не пройдешь. Это единственное место, где можно было спуститься. По карте это все видно. Я показывал там. Видно, где горизонталь без скал. Наверку очень красиво. По верхам в хорошую погоду ходить. Это самое приятное. Ну, катание тоже приятно. Но наверху там такие обзоры. Ну, это вот у нас взрослый человек. Ну, она немного вернула ногу и там в результате сломала. Ну, маленькую косточку какую-то на стыке. Оказался крылом. Ну, это выяснилось только в Москве. Так она нормально доехала. Ну, проще всего, конечно, и приятно. Ну, не приятно. Это проще. Ходить без детей в хорошую погоду по верхам. Вот это просто. Мы поднимаемся на Тактар. Тактар Бумчор. Это очень хороший маршрут. По верхам идет. Хорошие обзоры. Ну, кошки тоже нужны. Я думаю, на Новозерах зимой вверху тоже вот так будет. Можно. Принял. Науки тоже. Науки тоже. Дальнее. Он знает. Продолжение следует... 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 То есть получается, что 17 плюс 7 – это переход через озеро, и плюс перевалить через перевал Таваевы до Усси и до озера, а мы еще километр 12, наверное. То есть за день это, ну, с грузом тогда сложно. То есть получается, грубо говоря, один базовый лагерь под Северным Челгором, второй базовый лагерь на Касказной Нью-Йоке, третий – просто один раз переночевать, даже не базовый лагерь, а на берегу озера. А потом переход на Северный Озеро. Получается, три базовых лагеря, один переходный какой, а остальное время может просто кататься на реке. И, собственно, второй вопрос, а вот, с которой я спадаю на службе, там какая-то связь, как раз, еще что-то, или вообще никакой связи нет? Ну, мы никогда этим не пользуемся, наверное, можно с ней связывать на реке. А после перелома человека заставил задуматься? Ну, да нет, ну, с ними можно установить связь. Но потом, ну, как мы же сами тоже можем ее вывести, любого человека. Там же, ну, там все рядом. Ну, если наверху что-то случится, ну, не знаю. Теоретически, да, я просто не знаю этих координаций, именно можно связаться. У нас был тематический раз случай один, на свет, ну, вызвался. Потом, правда, что у человека на одной ноге был разный связок, вторая, но у меня было просто подвергнуть мне, ну, я не слушаю столько. Да, он реально ботинок еле-еле одевал. Мы пробовали вызвать МЧС, вот, на что получили ответ, что они группу могут прислать через сутки, а для нас это было не реально абсолютно. Ну, поэтому, там, кстати, простой, сам простой вариант был это все-таки дойти самим. То есть, в этом плане надо рассчитывать скорее на себя, потому что, ну, скорая помощь точно не будет там. Ну, да, там, скорее, соседние группы какие-то помогут. Да, да. В принципе, там в это время много, ну, вот я говорю, по концу марта там много народу, и все очень прожелательные, все помогут. Да не надо вот таких вещах, все нормально. Спасибо.